Депутаты Ниньского парламента ознакомились с состоянием дорог в городе Наринмаре и поселке Искатели. В ходе рабочей поездки по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» депутаты окружного собрания встретились с подрядчиками, выполняющими работы на этих объектах. Участие в мероприятии также приняли представители профильного департамента и казенного учреждения централизованного стройзаказчика. В рамках программы национального проекта «Безопасные дороги» реализуются три региональных проекта. Общая сумма финансирования в 2020 году составляет 4 миллиарда 900 миллионов рублей, где почти 4,5 миллиарда – федеральные средства. Мы начинаем работу, практическую работу над нашим бюджетом. Вы знаете, внесен бюджет в собрание депутатов. И вот непосредственно, если говорить в том числе и по дорожной деятельности, когда мы будем профильный департамент рассматривать, у нас эта работа начнется 12 ноября. Соответственно, необходимо все-таки понимать, практически заканчивается строительная часть в соответствии с планами и графиками наших подрядчиков. Надо подводить итоги, что сделано и что сделать предстоит. Абсолютно нормально. Поэтому, если мы говорим, что мы должны понимать, какие необходимые средства закладывать в дальнейшем, для того, чтобы мы выполняли национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Первый и самый крупный объект – автомобильная дорога на Ринмар-Искателе. Генеральным подрядчиком реконструкции выступает общество СМК «Строй». Работа на объекте выполнена на 54%. Основные проблемы – это ковид. Мы планировали сдать дорогу в этом году. Но в связи с тем, что повлияли вот эти вот, грубо говоря, ковидные все вопросы, мы переносим это мероприятие на следующий год. Предварительное мероприятие, переносим мероприятие, согласованном в том числе и с Минтрансом. По словам подрядчика, основная причина – отставание в сроках карантин, которые были вынуждены проходить работники. Не хватило буквально три недели, и 42 тысяч квадратных метров тротуаров не успели уложить всего пять. Освещение смонтировано почти в полном объеме, кроме трех опор. Они сегодня будут установлены. Павильоны остановочные все установлены в полном объеме. Поэтому каких-то больших проблем, я думаю, в течение двух месяцев следующего года до середины июля мы закончим. Капитальный ремонт лесозаводского моста. Работы здесь выполнены всего на 28%. Мероприятия по ремонту этого объекта автомобильной дороги приостановлены. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Если конструктивный разговор пройдет в таком же ключе, как он сейчас намечается, я думаю, мы выйдем к следующему сезону, к началу строительства дальше. Потому что идет перепроектирование именно объездной дороги, именно установки временного моста. Вот у нас есть проблема. По словам генерального подрядчика, были неправильно проведены геологические изыскания. В месте обустройства насыпи обнаружилось 8-метровое скопление ила. Это повлекло к осыпанию дамбы. Сейчас проектная документация откорректирована и проходит государственную экспертизу. Однако состояние моста вызывает огромное опасение. В данном случае необходимо, чтобы был нормально разработан проект, согласованный. И когда будет проект, тогда уже необходимо будет предусматривать. Это жизненно необходимо будет. Потому что это связь непосредственно города с искателями. Все мы там постоянно ездим по этому мосту. Это наша безопасность. А безопасность в первую очередь. Поэтому, конечно, будут изыскиваться средства, когда будет уже непосредственно проект готов. Следующий проблемный объект – дорога по улице авиаторов. Муниципальный контракт стоимостью более 79 миллионов рублей был заключен в июне прошлого года. Работа выполнена на 95%. Компания-подрядчик уверяет, успеет доделать все работы до конца этого сезона, в ближайшие две недели. Благо, что они не зависят от погодных условий. Все зависит от подрядной организации, как она быстро отреагирует на наши замечания, как она их быстро устранит. То есть, если они это оперативно сделают в течение двух-трех недель, пока еще погода позволяет, то, соответственно, будем вводить в эксплуатацию. А те недочеты, которые исправить сейчас уже не получится, обещают исправить уже в следующем году под гарантийное письмо. Какие замечания невозможно устранить в данный период, ну, они под гарантийное письмо, да. А какие они разметки? Ну, это разметка недоделана, озеленение. Ну, начинали делать, да, разметки? Да, да. То есть, как бы, ну, понятно, по погодным причинам. А колодцы? По колодцам. По колодцам. Ну, то, что не мешать ходить, велосипедистам. Есть решение, оно согласовано с заказчиком. Ну, это тоже, как бы, в целом, в течение двух недель это все можно устранить без проблем. Реконструкция улицы Полярная. Стоимость муниципального контракта составляет более 58 миллионов рублей. Он предусматривает устройство тротуаров, освещение, ограждение, озеленение и непосредственно реконструкцию самой дороги. Однако в апреле этого года с объекта были сняты лимиты финансирования в размере порядка 40 миллионов рублей. В связи с чем, подрядчику в декабре был выплачен аванс на 16 миллионов по условиям контракта. В апреле сняли лимиты, поэтому подрядчик сейчас отрабатывал аванс в 16 миллионов. Он его отработал и отработал даже выше. На данный момент еще порядка 10 миллионов, в принципе, у него есть к закрытию. На сегодняшний день на этом участке автомобильной дороги выполнено 80% работ. Все, что осталось, а это непосредственно реконструкция дорожного полотна, продолжат делать в следующем году. Естественно, при условии восстановления финансирования. Еще один объект – автомобильная дорога по улице Ленина. Стоимость контракта почти 189 миллионов рублей. Срок окончания работ – 31 октября следующего года. По словам подрядчика, работы ведутся здесь без отставания от графика. Вот тут на данный момент работы производится по укладке кабеля, то есть переустройство электрических сетей. Вот, и, скажем так, уже окончание планировки. Газовые сети смонтировали полностью, ливневку, канализацию, все полностью смонтировано. Остались емкости, которые вот на заднем плане. И кабельные линии уложить. Все, в этом году у нас как бы этот этап. Комментируя итоги поездки, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что с подрядными организациями налажен конструктивный диалог. Здесь важно, что мы должны максимально использовать федеральные средства, которые поступают в рамках национального проекта. И, конечно, чтобы мы здесь тоже могли свою часть финансирования тоже определить. Это очень важно. Поэтому вот сейчас надо определиться и сказать, чтобы мы уже начнем в практической плоскости, уже понимая, какие проблемы перед нами стоят, их надо закладывать в тот бюджет, который будет принят на последующие три года. Кроме того, он отметил, что депутаты с пониманием относятся к проблемам строителей, но устранить все выявленные недостатки нужно в максимально короткие сроки и завершить работы. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Влад Ткачев, Телеканал Север. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...